Всем привет, дорогие друзья, на связи Кавсина Юрчик, ребята, и сегодня в гостях у меня Димка Фёдоров, и мы собрались здесь, чтобы устроить зарубу в GTA 5 онлайн с рубрикой «Спуск без тормозов по льду». Здарова, ребята! Что ж, ребятушки, как и всегда, мы испытываем машины из реальной жизни, для этого у нас есть дуга для разгона, где мы разгоняем максимальные скорости, и здесь, ребята, на стрелках отпускаем полностью педаль газа и ускорение, чтобы машины начинали свободное падение по льду. Чем дальше машина, ребята, вниз спускается, тем больше очков, разумеется, мы получаем себе на счёт. На лесенках вот этих можно получить аж 350 баллов, а синяя панель, ребята, по итогу, если машина сюда приземляется, даёт 400 очков, и самое вкусное, ребята, это вот такие огромные ворота, если мы в них залетаем, то получаем экстра балл, который равен 500 баллам. Но, ребята, это не самое главное, потому что я объявляю неделю эксклюзивных роликов, где, ребята, мы сегодня и в следующих сериях будем кататься не просто на машинах, а с чиповкой. Поэтому, Димка, смотри, мы прямо с тобой сейчас, включая мультиплейсы, и непосредственно крутим их аж на целых 10, ребята. Что это даёт? Ускорение 10 баллов. То есть машина, по идее, должна на 10% ехать быстрее. То есть и разгоняться, и непосредственно максимальная скорость тоже будет выше. Пишите в комментариях, как вам такая тема, проведём прямо несколько серий, каждая рубрика я постараюсь сделать именно в таком формате, ну и посмотрим, как вам зайдёт. Поэтому обязательно ставьте лайк, Димка уже понимает, что нас ждёт, сегодня будет прям максимально клёво. Ну и непосредственно, ребята, устраивайтесь поудобней. А если ты ещё, дружище, не подписан, то прямо сейчас нажми на клавишу, получается, подписаться красной, чтобы она стала серой, и тогда ты войдёшь в наши ряды. Слушай, у меня первая тачка Мерседес АМГ Е63С, у тебя какой-то танкар. Ну и, ребята, самое вкусное начинается прямо здесь и сейчас. Давайте посмотрим, какие будут отличия. Я так понимаю, что на сверхмедленных машинах это особо не... как-то не отобразится. А вот на машинах, которые быстрые, ребята, и даже читы, вот они, наверное, будут ехать прямо офигеть, как быстро. Неплохо, слушай, для обычной тачки, потому что у меня всего лишь 465. Вот такие приколы. В общем-то, физика никак не меняется, ребята, то есть машины как скользили, вылетали, как хаотично себя вели, так они себя вести и будут. Единственное, но мы как бы должны быстрее просто лететь, но это не точно. И я, к сожалению, улетел. Я улетел на 200 ровно. У меня 110 баллов. Неплохо так-то ты улетел, но, на самом деле, танкар, ребята, машинка такая, по накату едет. Ну и хорошие баллы. Я думаю, что впереди будет еще круче, поэтому погнали. Ну что ж, система не меняется, ты был дальше, поэтому у тебя 3 тачки, у меня будет только 2. Ну и выбираем, ребята, самые быстрые машины, разумеется. Используем все, даже грузовики, поэтому в счет идет прям любая-любая тачка. Вот этот Ягуар я помню. Ягуар засланный, мы его брать не будем. А так, у тебя Мерседесина и еще одна тачка какой-то... Что это вообще? Это Бенли? А что, ты его взял? Думаешь, он хорош? А что, нет? Сомневаюсь, если честно. Ну да ладно, давайте смотреть, сколько по максималке по 8ауди А6. Ты у меня вообще шыркаешь днищем, прям вообще обалдеть. 400. Так, ну тоже сейчас плюс и минус хорошие. Опа! Сдриснул, хэштег просто. Это было неплохо. Я остаюсь еще при этом. Ты еще обратно вернулся, серьезно? Ну ты свечку прям там зажег красивую. Ой, а у меня плохо, на самом деле, даже несмотря на то, что ты вылетел. Ну у меня не лучше, 90 баллов, я просто улетел в сторону. Но это было, ребята, красиво. Тайм-коды, ты просто ехал, ехал, ехал и свечкой вверх на 90 градусов улетел. Я взлетаю, как ракета. Да-да-да, вот это петь надо. Понимаю. Но самое интересное, хоть я и был дальше, ребята, получается, что я все равно 20 баллов проигрываю. Как бы тачка была неплохая, но толка от нее было мало. Так, у меня пока все мимо, хотя первая, нет, стандартная. Так, бэха у меня, ламба, хуракан и еще вот такая. У тебя кёнигсик беспонтовый, не знаю, что ты его взял. Так, 184, 180. Я, короче, возьму старенькую бэху, потому что могу, потому что хочу. Давайте попробуем. Кёнигсик, я не помню, как он правильно называется. КЦСС, что-то такое, короче, непонятное. Ну окей, давай, давай. Олд БМВ, разгоняйся. Быстрее Кёнигсика, это фантастика. 350. Ну просто мой панакату едет, ребята, я знал, что это БМВ хорошее. Пятихатыч, пятихатыч, слушай, динамичные прям такие сразу спуски стали. Мне нравится. Оу, полетели. Главное, чтобы не разносило. Мне сегодня, ребята, пока что крайне не везет на хорошие вкусные баллы. Как у тебя дела там? Смотри, ты тормозишь. А я улетел, я улетел, 120 баллов, что за прикол вообще. И тебя выкинуло, ширканул вроде как, соточку. Ну, я чуть дальше. Кстати, мы вроде сравнялись, потому что разница в 20 баллов. Прикольно. Да, верно, правильно. А в целом, ребята, мне нравится данная тема, потому что мы реально как-то немножко ускорились и интереснее, динамичнее стало. Поэтому, если поддержите, мы, может быть, такую тему оставим вообще на постоянную основу. Правда, будем с чиповочкой немножко поменьше играться, потому что большие чиповки всегда ставить глупо. У меня первая стандартная какая-то тачка непонятная. У тебя X5 какой-то... Ты куда-то разошелся-то? У тебя три тачки всего. Двери не две. Так, у меня вот эта небыстрая Голлант. Что за Голлант? Это стандартная тачка. Так, поэтому я ее переспаунил. Нет, не стандартная, это нормальная тачка. Схера ли Голлант? Что такое? Макларен. Ну, вот эта в любом случае стандартная. И вот эту убрать не буду. Хорошо, беру Макларен. У тебя Lexus LS какой-то там, я не помню, как он правильно называется. Но это вроде не тот, который самый быстрый. Но интересы. Так. Ух ты, Маклана, слушай, с чиповкой по 400 едет. Ну, смотрите, ребят. То есть, если раньше мы здесь ездили в среднем где-то 330-350, то сейчас в среднем уже 430 у машин, которые плюс-минус быстрые. Это, я считаю, неплохой такой буст. И это только 10%, чтобы вы понимали. А можно поставить 200. А если поставишь 200, будет вообще космос. Мне кажется, нереально будет. Все тачки превратятся в чичероны, наверное. Но это не точно. Я вальсик тут кружусь, верчусь и в пропасть уношусь. 110. Еще плюс 20 баллов у Димки 90. Хорошие тормоза оказались. Но 90 нормально, слушай, на самом деле. То, что еще хотя бы проскользило, это хорошо. Так, ребят, продолжаем. Ну, слушай, в целом скорости хорошие, тачки интересные. Но не везет пока на льду, реально. То есть еще ни одна машина хорошенько как-то не засейвилась. Так, а что это вот такое? F430. Слабоватая у тебя какой-то Макларен. Бэнбэ взял. И Бэхан. Так, а их шестой? Слушай, а все максимально странное, все максимально непонятное. Возьму вот такую вот Феррари. Так, крыша убирается? Нет, крыша не убирается. Ну да ладно, поехали. Странная Феррари максимально. 430-я. Не припомню ее. Новенькая, видать, какая-то. Так, ну главное, чтобы она ехала. Главное, чтобы я не выбрасывала. Потому что лед, эта тема такая себе, щепетильная. Вы с вами прекрасно видите, как машины разносят. Ну слушай, типа сейчас средняя скорость реально в порядке 430, что ли. Давай, 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 4 стороны. А, ну чуть поменьше даже есть. Ну это зависит от тачки, ребята. Но пока сверхбыстрых машин не было. Ой, как хорошо было, когда ты приземлилась на крышу, моя ласточка. Но вот на колесах ты, короче, делаешь грязь. И меня 5... Я вылетел, прикинь. Я тоже вылетел. Сотка. И опять разница 20 баллов. Что происходит вообще? Где хорошие баллы? Короче, я знаю. Нужна скорость за 600 километров в час. Тогда мы точно пролетим эти 100 баллов. У тебя Бэха первая. И вторая еще машинка есть. О, Жига-дрыга топ вообще. Так, Камара, Аполло. Ну, разумно. Так, и М6, да? Слушай, подборка машин максимально похожа. Где-то я вот буквально чуть-чуть недавно этих видел. Прям сборище. Прям одних и тех же. Так, ладно, понимаю. Аполыч возьму. Аполыч, значит, нормальный. Получше того, что был до этого. Так. 204 лошади под капотом. Может и разогнаться. А как у тебя дела? Так, 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 так. Это догоняю густоячего, что ли? Так, 400. Аполло неплох. Мое почтение. Ну, 460 тоже, плюс-минус. Так, полетели, полетели, полетели. Прямо глимки. Тормозишь быстро, я вижу. Так, тебя еще и занесло. Напомню, ребята, правило, что мы можем бортовать друг друга. Это вполне нормальное явление. Да что меня везде тут выкидывают. Ой, Аполыч, ты красавчик. А я не зацепил 130. Важно? А я не зацепил. Да. У меня 120. Я, к сожалению, 130 не зацепил, ребята. Поэтому ты вырваешь вперед на 10 баллов. Окей. Продолжаем, ребята. Три тачки для Димона. Две. У меня. Так, у меня отличный импалыч. У тебя странный сиан. Не тот. Нехороший. Эрмотфорд, скорее всего. Так, 178. Ну и каприз точно поедет. Поэтому берем его, ребята. Это хорошая битва. Это хорошая битва. Так, давайте попробуем. Что с тобой? Лечу. Как-то странно тебя раскрутило, развертело там. Так, я очень сильно, ребята, сейчас надеюсь на каприз. Это будет больше 500. Это первая прям топовая тачка. 550. Отлично. Я накатом, ребята, должен улететь очень хорошо. Самое главное, чтобы подвеска прямо сейчас не напортачила. Как у тебя дело? Уже? Сколько? Да. А, понимаю. Это я очень быстрый, ребята. Я только сейчас обратил внимание, где мы летим. Блин, ты опять в тачку сел? Вот это херовая тема. Лучше смотри через спек. Это херовая, я тебе говорю еще раз. Только спектейт. Так, 250. Пока везет. Пока везет. Но вот этот поворот плохой. Да, да. Плохой поворот зацепил. 290. Не повезло. Крутился, вертелся. Ну, чуть-чуть осталось. Буквально 6 ступенек. Но это, кстати, лучшая тачка за сегодня. Поэтому, ребята, скорости максимальные решают. Так, окей, ребят. Продолжаем. Отличные баллы. Наконец-то мы с вами увидели. Так, банш не считается. Это Феррари. Первая тачка. У тебя лантеры. Какая-то... Типа что? Кобра, может быть. Так, Хонда. NSX? Нет, это NC1 какая-то. Какой берешь? 135. 204. Хорошая Феррари. Вот она, летающая. Окей. Я ее сначала не признал. Ее, конечно же. Поехали. Ну, конечно, это хорошая Феррари. У нее 200 под капотом. И это, ребята, я надеюсь, будет тоже пятихаточка по разгону. То есть это прям та-та-та. И это будет пятихаточка, даже больше. Ой-ой-ой, хорошо. Емать, братан, пока нахер новый чит. Сколько? 740. 740, ребята. 10% всего лечит. Емать, я лечу. 10% чиповки. Я просто емать. Я уже пролетаю 270, братан. Сколько у тебя? У меня скорость 600. У меня вообще скорость не теряется. Пятихаточка чистая. Ворвался. Емать. Разорвал нахрен просто. Отлично. Ровно. Понимаю. Ты понимаешь? Я с такой лютой скоростью летел. Это та самая летающая Феррари, ребята, хорошая. Ну, чтобы 740 с чиповкой всего лишь 10%. Это космическая скорость. Быстрее был только чит Бугатти, который летел по тысяче. Если не видели, посмотрите, так и называется. Название чит Бугатти. Да, повезло тебе. Фуфлин-тофлин ты. Это было красиво. Вот это, ребята, было сверх, конечно, круто. Надеюсь, вы лайк уже прожали. Ну и давайте доставать подобные тачки. Просто было максимально хорошо. Так. Хонда или Мазда какая-то отвратительная. Рейндж Ровер полицейский. Хорошо. Альфач такое. А это что такое? Это Порш. Порш, кстати, быстрый. 221 под капотом у него. Но он такой. То есть его разносит немножко. Но он как минимум не летает в длину. Это тебе на будущее говорить попадется. Так. Ну и Гуард, кстати, плюс-минус тоже неплохой. Поехали. Полицейский Рейндж Ровер взят не просто так, ребята. Очень быстрая машина, на самом деле. Здесь чиповка, я думаю, 5х-тыч тоже выдаст. Хотя... Не, не выдаст. 400. Эээ... 474. О, нифига. Чё там за яга такая? 550? Да. Чё за яга такая? Яма ты полетел. Так, окей. Я торможу очень быстро. Вот в чём проблема. Так. Эээ... Не зацепил, короче, 90. Так, где там фуфлин? Слушай, а чё тебе не повезло? Нормально пока есть. Пока... Пока везёт. Везёт. Вот да. Слушай, а реально везёт? Очень хорошо держится центр. Как-то странно машина. А, и шерканул. Да, не повезло немножко. Не зацепил вот эту красную линию. Отличные баллы. Ну, хорошие баллы. То есть ты больше половины отыграл, как минимум, за раунд. У меня там 90 вроде было. Поэтому, ну, неплохо. Короче, ребята, могу сказать одно. Мне реально нравятся эксклюзивные серии. Вот такие. Поэтому топите, ребята. Чем больше лайков, тем больше и чаще будет именно такие серии выходить. Так, у тебя модена. Модена такая средняком. Так, ну, у меня, в принципе, тоже Ferrari. Ничего лучше нет. Так, вылези с моей Ferrari. Ауди. И что выберешь? Вот так уйди ты нахер. Так, окей. Давайте пробовать. Давайте пролетим. Постараемся. Ferrari максимально клево выглядит. Но она вроде... Да. Она херовая. Да. Ну, ты у меня кубарем прям шел, а не ехал. Да, тут главное нормально спаситься и все будет. Есть. Так, вон. Но если ты свечку запустишь, будет тоже неплохо. Мне понравилось в прошлый раз. Ну, слушай, моя Ferrari 500 разогнала максимально. Я ее починил на 500. И она остановилась до нуля. Понимаю. Так. А я вообще на Ferrari... То есть, понял, я 500 ехал и у меня скорость максимально быстро закончилась. Все. Буквально остановился уже. Так, смотрим. Смотрим, смотрим. Пока что повезло. 500. А можно на крышу? Давай на крышу. 500. Ай, скорость большая. Сколько? 800. Чего? И 800. Так, сколько это у меня? 140. Ёптвою мать. Улетел. Улетел и не зацепил. Вот здесь где-то в последний раз был. 210 либо 220. При монтаже, ребята, более точно посмотрю. Охренеть. Я, короче, понял, что это за тачка. Это тоже Scuderia, ребята. Только это не та старая. Страдали, как я думаю. Это новая Scuderia летающая. Очень хорошая. Ну и по скорости было видно, как ты летишь на самом деле. Это было очень быстро. Не повезло, что в сторону летел. Но, ребята, сегодня серия на летающей тачке удалась. Поэтому, ребята, наша испытанница максимально рандомная. Особенно читы здесь страдают. Так, ну ты был дальше в любом случае. Так, у тебя ускоряшка какая-то. У меня Морган и непонятный Х6. Баржу-то вообще прикольно придумал. Забирай, как говорится. Драгстер тоже с ускоряшкой, тоже новый. И Порш какой-то. Ну, выбирай. Не уверен, что ускоряшка будет хорошо. Главное, чтобы скорость была лютая. Ты решил взять Порш в итоге. Я по максималке, ребята, если честно, не знаю, сколько едет Драгстер. Даже тот косячный. Я знаю, что он только кое-как едет. Вообще не поворачивает. Поэтому такая себе тачка. А вот этот, типа, багги. У него ускоряшка неплохая. От максимальной скорости не знаю, к сожалению. Так, слушай. Ну, у меня Морган молодец. Типа 490. Лучше среднеков большинства сегодняшних. Давай, давай. Машина в виде мыльницы должна скользить на крыше, я считаю. Давай, давай. Как у тебя дела? Давай. Я что-то странно лечу. Играя задницей и улетай. Это я прям видел, как тебя занесло, да. 120. Так, я пока скольжу, но... Да, просто под крутым углом улетаю. 160. Чуть дальше, типа... Но в любом случае, ребята, хорошо. Ну что ж, ребята, вот и настал финальный, в общем-то, момент. Последний спуск. Две тачки у тебя. И у меня, получается, будет три. Опять она, она тебя преследует просто. Так, у меня корвет. Какая-то странная вот такая херовина. Это кадиллак вроде, да. Поршень не быстрый. Кадиллак не помню по локату, как ей. Это вот корвет вроде хороший. Поэтому корвет мы ей возьмем. Плюс форма такая, типа мыльницы. У тебя ускоряшка. Ускоряшка один раз может прожаться после стрелок. Но вопрос только, когда ее прожимать. Нет, 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 нет. Она постоянно. Сейчас ее уберу, только ее гнигра. В смысле, постоянно? Ну, такая. Она не заканчивается вообще. Что, она тебя особо не бустит? Я, блядь, ты мимая скорость потерял. 620, братан, не разогнал. Корвет что-то лютый оказался. Так, летим, смотрим. Что там у Димки? Ну, очень быстро теряет скорость. Я тебя вообще не вижу, да. Ты уже у меня пропал с радара. Я лечу неплохо, но лечу туда, куда не хотелось бы. Не цепанул, не цепанул. Вот здесь, ребята, последний раз вылетел. А это 230. Неплохо летел. 140, ускоряшка, ребята. А ты как? Ты успел прожать ускоряшку? Ну, я потом нажимал и улетел за счет нее. А, получается. А сколько она тебе дала плюс-минус? То есть, где-то остановился? Да, она постоянная. Она постоянная. А, то есть, она вообще не заканчивается? Она вообще не заканчивается. Интересно. Интересно, но я видел, как ты уже скакал в сторону. Что ж, ребята, такая серия получилась. Надеюсь, вам эксклюзивный выпуск понравился. Жду от вас 5000 лайков, чтобы выпустить следующую подобную серию. По спуску по льду. И всем пока-пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok